Всем привет, с вами Адрия Чент, и да, это новый выпуск Чёрного Списка, и сегодня у нас будет Как обманывают косметологи Такие выпуски бывают в разных сезонах, сегодня у нас будет Алексей Земсков Как раз первый сезон, такой, как по мне, самый жёсткий, но очень интересный ведущий Ну что, мы начинаем Современные девушки настолько хотят быть красивыми, что сейчас практически на каждом углу по два салона красоты Но им этого мало, они хотят наводить красоту прямо на дому И благодаря этому появилось огромное количество людей, которые предлагают услуги выездного косметолога И сегодня мы с вами будем разбираться, насколько качественно эта услуга предоставляется Для того, чтобы избавить нашего прекрасного агента от морщин на лбу, я зашёл на популярный сайт Пападуру Персонал И оставил заявку, описал все требования, прошёл буквально несколько минут, получил сразу четыре отклика Прям понравился один отзыв Судя по анкете Альбины, она имеет медицинское образование Правда, непонятно... Там просто был вариант, когда оценка была 5 с плюсом и 40 отзывов Ну не, мне понравилось это, где вообще практически не отзывов, ни хрена Вот захотелось прям её проверить Ну правильно, а зачем? Понятно, какое конкретно, и в её портфолио множество сертификатов Стоимость услуги составляет 4,5 тысячи рублей с учётом материала Приглашаю её на завтра Для Альбины мы подготовили проверку на антисанитарию Кругом грязь, пыль и строительные материалы В таких условиях проводить любые косметологические процедуры категорически запрещено Остановит ли это нашего мастера? Нет Это всё антисептик Ну что, друзья, процедурный кабинет для проведения косметологических услуг практически готов Тут только что-то шуток и целая была неделя у всех алкоголя Пора встречать специалиста Помогать в нашем эксперименте будет Анастасия Она сыграет роль клиентки, которая жаждет избавиться от мимических морщин на лбу Ой, здравствуйте! Тихо-тихо, мастер! Не боится? Извините По идее, Альбина, увидев антисанитарные условия, должна отказаться от проведения процедуры Но похоже, что Альбину не смущает полная антисанитария И она уже... Да я бы не сказал бы, что прям полная антисанитария Ну, на столе навалено Я понимаю, там какашка бы лежала и так далее Ну, раскидано Какие-то строительные материалы на полу вижу лежат Ну, для меня антисанитария, это вообще какой-то прям... Я не знаю, прям таракан побежал Готово приступить к своей работе А здесь просто навалено, там, может быть, дом в ремонте Даже при наличии необходимых разрешительных документов Можно ли проводить подобную процедуру? Ни в коем случае Ну, в принципе, проводить подобную процедуру Никоим образом нельзя, если помещение не лицензировано на оказание соответствующих медицинских услуг То есть, по факту вообще, как бы, да, врач, который... Ну, даже это не врач уже А человек, который придет тебе колоть что-либо в твой дом А если дом у тебя не больница, да? Либо какое-то помещение специально для этого То как бы вообще все Ну, в принципе, все, что происходит уже автоматически Просто незаконно Ну, все, давайте тогда, наверное, приступим, да? Давайте Андрей, расскажи кратко, какая процедура у нас планируется? Здесь планируется процедура ботулинотерапии То есть, борьба с мимическими морщинами путем введения ботулотоксина Посмотрим, что за препарат и какого происхождения Будет вкалывать альбина нашему агенту Должен быть неконтрафактный продукт Потому что это лекарственное вещество И если оно ввезено на территорию России легально Коробка должна быть на русском языке Кроме того, должны строго соблюдаться условия хранения И перевозки препарата Потому что препарат привозится при температуре, не превышающей 8 градусов То есть, это должно быть в холодильник Пока неизвестно, что за препарат вкалывает косметолог И где он был приобретен Но достает она его Ну да, не из сумки холодильника, согласен Из сумки холодильника, а из обычной косметички Есть риск, что условия хранения уже нарушены Я еще раз напомню, что вообще все, что сейчас происходит Это глубоко незаконно И если у пациентки будут какие-то проблемы Обращаться никуда Придется ей саму Да Это абсолютно правда И смотри, она пришла в этой же одежде с улицы И в этой же одежде проводит вот эту процедуру Зато впечатка Как это прокомментируешь? Ну глобально это просто маленькое дополнение виженка на торте К тому, что в принципе происходит Ну на самом деле да А потом высока вероятность того, как бывает в интернете появляется видео Когда обсыпало чем-то Короче, какие-то побочные эффекты А потом начинаешь разбираться, а она лишилась экономии Процедура введения ботокса Требует удобного положения не только пациента, но и врача В противном случае Есть риск введения препарата не в ту точку Похоже, что Альбине без разницы В каком положении делать укол Он сейчас висит над Настей Насте удобно сидеть А доктор прямо-таки на одной ноге стоит И практически готов упасть Бегает собака То есть она может его толкнуть и прочее А чтобы вы понимали Просто введение не в ту точку, например, токсина Или большей дозировки Может обеспечить птоз брови То есть она просто повиснет То есть, в принципе, условия, конечно, ну, мягко говоря, не айс Захотел сделать красоту, получилось Мне сейчас это страшно, потому что происходит, друзья Все, мы закончили Все? Да Это быстро Это быстрая процедура Интересно, какая сложится стоимость За эту быструю процедуру Напомню, Альбина обещала выполнить работу За 4500 рублей Уже с учетом материала Скажите, сколько я вам должна? Ну, смотрите, у нас 4500 получился лоб Хорошо, что цена соответствует Настало время узнать у Альбины Что за препарат она вколол нашему агенту И в каких условиях она его хранит Леша, в бой Здравствуйте, Альбина Давайте знакомиться Это телеканал «Пятница» Меня зовут Алексей Зимсков Мы проверяем качество различных услуг, которые оказывают на дому Я просто хотел задать несколько вопросов Можете на них ответить? Я жду оплату, и мне нужны все Насколько я знаю, ботокс имеет право вкалывать Либо врач дермовинелолог, который переобучился на косметолога Либо пластический хирург У вас есть подобное образование? Конечно Я врач-педиатр, у меня есть сертификаты На работу с ботулой токсин Скажите, а в каких условиях они должны вообще проводиться? Я не буду с вами беседовать А скажите, какие могут зубы Ты задаешься, чтобы уходиться и переноситься? Сумки-холодильники У нас есть сумка-холодильник А где? У меня все есть Можно посмотреть? Нет Ну вот эта сумка Мне нравится, как Зимсков бывает, знаете, некоторые там Ну ладно, не будем трогать, давайте отпустим А он прям до последнего продавливает, узнает Вот прям нравится, что до последнего он идет Холодный лед Можно посмотреть? Холодный лед, который нет, нельзя Помогите Я вас в принципе не держу Мне кажется, что он не держит Альбин, ну подождите, пожалуйста Вы же человеку вкалоле что-то в голову Можно посмотреть, что конкретно вкалоле? Можете показать упаковку? Препарат Фирма В США Можно? Я отдам, отдам Но я вот не вижу ничего по-русски А если это лекарственное средство, оно везено на территорию России То он должен быть полностью на русском языке То есть таким образом здесь мы имеем дело все-таки с препаратом везения Которого, ну, произошло как-то незаконно Мы расплачиваемся с Альбиной А, Альбина, простите, последний вопрос Уже вопросов нету, деньги я забрала Нет, книжка есть у вас? Конечно Покажете? Нет Надо было сначала книжку смотреть, а потом деньги давай Альбина оказала услугу в антисанитарных условиях Использовала препарат сомнительного происхождения Почему сомнительного? Американского Ну, единственное, что да Везенного нелегально Но это не удивлено Хорошо, скажите спасибо, что это не было там Хунчбинчбань какой-то Это уже было бы как-то неприятней Возможно, нарушило условия его хранения В общем, друзья, мое мнение такое Однозначно, такие специалисты должны заноситься в наш черный список Надеюсь, у той парышни на лбу ничего не выскочит Продолжаем эксперимент Прямо сейчас проверим услуги массажиста на дому Для того, чтобы его найти, я воспользовался поиском по интернету И нашел сразу несколько замечательных организаций Одна из них мне понравилась больше всех Называется Мама Мия Давайте наберем Мама Мия, здравствуйте Здравствуйте Мне нужно заказать на дому массаж Можно это сделать? Да, конечно А какой массаж? У меня тетя достаточно много провела за границей Хорошо кушала И у нее важные мероприятия Ей нужно прям срочно похудеть на один размер Такой массаж нужен? Могу вам предложить Антицеллюлитный А сколько стоит? Две тысячи, три тысячи, три тысячи Да, если бы так все было бы просто Когда сделал массаж и прям на целый размер похудел Я жду вашего специалиста Для массажиста из салона Мама Мия Мы подготовили несколько испытаний В ходе которых мы проверим его на качество работы Кстати, друзья, в нашем салоне красоты Можно не только привести себя в порядок Но даже похудеть А кроме этого заказать достаточно большое количество дополнительных услуг И прямо сейчас мы этим займемся Дополнительных Помогать в эксперименте Нам будет специальный агент Нина Нина Здравствуйте Пожалуйста, пришел Пожалуйста, здрасте Сидите, пожалуйста Я тут немножко перерусила А то, кто был, то водитель привез его Или что-то за мужик открыл дверь, впустил Куда-то ушел А вот и первая ловушка Нина специально обратила внимание на то, что она плотно поела Учтет ли этот факт массажист? Ведь непосредственно перед процедурой есть противопоказанное Потому что можно пакетить, это правда В идеале массажист должен был перенести сеанс Но вместо этого он готовит рабочее место Стоит отметить, что массажист принес с собой профессиональный массажный стол И перед началом сеанса переоделся Очень чистая Ну, хорошо, полностью переоделся Видно, что это не какая-то дешевая фигня Это фирменная роба Вижу, что брендированная По внешнему виду абсолютно никаких претензий Чистая, аккуратная, аккуратная Все очень круто Поддержу Но пока чувак вызывает положительные эмоции Любой специалист перед проведением массажа, тем более антицеллюлитного, должен выяснить Не имеется ли у пациента каких-то противопоказаний Можно было спросить пациентку о нюансах давления Есть у меня сердечно-сосудистые заболевания Чем она лечится Какое среднее давление Совершенно верно Про давление массажисту Нина так и не спросил Не знаю, ко мне тоже бывало Бывает приходят массажисты и так далее Редко, но приходят Меня тоже они спрашивают Как твое давление Ну там, как чувствуешь себя Все, окей, мы начинаем Что если неприятно, то скажешь То есть проговариваешь, что массажировать Давайте померим ваше давление перед массажем И никогда мне не было такого Андрей, а вы перед массажем ели? Ну реально В реальности такого не происходило Жит на видном месте Обратите внимание, друзья Я специально поставил портрет Сталина таким образом Чтобы он за этим наблюдал Я заметил, что как только я его ставлю Все сразу начинают работать лучше и косячить меньше Это нам все нужно снять Я вам помогу Если вы не хотите, конечно Совсем? Да, совсем Меня-то здесь 100% не надо ездить Ну я как-то есть у тебя здесь Врачи есть врачи, правильно? Да, да Ислан действует абсолютно логично и профессионально Естественно, антицеллюлитный массаж Производится без всякого стягивающего белья Следующая проверка Ладно, я просто как бы на эти массажи не ходил Я не знал, что есть такие Прямо это На качество работы Посмотрим на технику И алгоритм действий нашего массажиста Что-то Нина напряжена Начал массаж именно с конечностей Причем с нижней части Мастер очень мягкими, легкими движениями методично выгоняет лимф Действие абсолютно правильное Я его квалифицирую как... Мне кажется, Нина напряжена Она не ожидала, что трусишки слетят Прошло 40 минут и я вижу, что мастер действительно выкладывается Он тоже разогревает вторую конечность Разогревает достаточно профессиональные Сидят какую-то на ноге И также разгоняет лимфу Нет вообще замечаний к технике Нет замечаний по поводу темпа Нина такая думает, боже, а он пишет, как хорошо, приятно Нинка думает, как будто сходила А Нина тот массаж, на который планировала А можно еще в одном месте потереть? Я не даю реакцию волевую и приятность А вообще, при этом полночь, я только на массажу У меня часто не стерпит животик уже А это еще одна проверка Проверка на честность Нина специально намекнула на дополнительную услугу Сделать ей массаж живота Согласится ли массажист Ислам дополнительно подзаработать? На самом деле, я вообще хотим ли это массаж живота? Я говорю, что да, можно посредством массажа Да, а Женя, что вы их видите Китайский результат, и деньги, и в связи здесь скажут, что да, можно, конечно Молодец, Ислам Я не знаю, что он отвечает Достаточно честный парень 80 денег я вам сделаю, да? Массажист Ислам заканчивает сеанс Он прошел почти все наши проверки Но не обратил внимания, питалась ли Нина перед сеансом И есть ли у нее проблемы с давлением Красавчик, чувак Настало время раскрыть себя Видишь вот этих замечательных людей? Это телеканал «Пятница» На самом деле, молодец Это не просто моя тетя, это еще и наш секретный агент Мы на самом деле проверяем качество услуг Уже бедный испугался Это очень здорово отработал Молодец, реально, молодец Есть, что похвалить, есть пару замечаний Скажи, ты давно работаешь вообще? Три года Ну, нормальный срок Очень понравилась сама техника Хороший темп То есть, так вот, от начала быстро И до конца быстро Откуда у тебя столько энергии? Ну, я же еще профессионально Фактически занимаюсь спортом Еще очень понравилось это То, что ты не только с ней наобщался Но еще и Общался в тени На предмет массажа Как она себя чувствует И корректировала свои действия Да, хорошо Привет Что такое? Да, здесь Смотри, у меня была небольшая такая заготовочка Вот самое основное замечание Вот скажи, видишь, вот этот предмет, который сейчас лежит на диване Что это такое? Как ты думаешь? Так, это вот, ледяное неодобрение Тонометр это? Тонометр, обычный тонометр И вот смотри, он также у меня лежал на столе Да, и это как раз прибор Нины Она гипертоник У нее проблемы с давлением И вот у меня здесь написано Нет, ну тоже на счете Не собрал информацию Я тебя на твоем языке спрошу Ты анамнез, в принципе, не собрал перед массажем Какие вопросы ты должен был задать Нине до массажа? Были операции Есть и были какие То же самое про давление А почему не собрал? Поторопился? Поторопился, да Компания, от которой к нам пришел И слава, называется Мама Миля И эту компанию мы не просто рекомендуем Мы даже удваиваем зарплату И Жлю, молодец Реально молодец Вот, спасибо огромное за работу Спасибо за профессионализм Было приятно наблюдать Красавчик Ну, конечно, бабушка кайфанула Там прям натер так натер Смотрите далее В каких условиях пройдет процедура по увеличению губ? Вокруг строительные материалы Диван с вот таким вот слоем пыли на спинке И какие последствия ждут косметолога За неправильно оказанную услугу? Юридически готовы отвечать? Это уголовно наказуемое преступление? Да, конечно Продолжаем эксперимент И на этот раз мы будем проверять услугу по увеличению губ Чтобы найти специалиста по увеличению и коррекции губ Я зашел на другой популярный сайт На подбору персонала Тоже получил несколько откликов И мне понравился специалист по имени Наталья Ну, блин, это понятно, что понравилось Оценка вообще 5 звезд 708 отзывов Задача здесь посложнее Поэтому и цена побольше 13 355 рублей Ну, там прям очень хорошая оценка Единственное, что смутило Что платить нужно вперед Ну, во-первых, это сервис безопасной сделки Если что, деньги нужно будет вернуть А во-вторых, как вы знаете Красота требует денег Поэтому приглашаем Приглашаем Типа, чтобы ты не отменил В нашей квартире по-прежнему грязь Строительный хлам И жуткая антисанитария Ну что, друзья Наш медицинский центр готов встречать очередного специалиста Пациент тоже подготовлен Поэтому не будем терять время Приступим На этот раз роль клиентки сыграет Сайхана Она пожертвовала свои губы ради нашего эксперимента Они так маленькие для нее, да? Она захотела еще больше? Все, все Проходите сюда Как вас зовут? Меня зовут Сайхана А вас как зовут? Наталья? Сейчас посмотрим Станет ли работать Наталья В наших антисанитарных условиях Или откажется И пригласит в свою студию Ну, теперь давайте пообщаемся В любом случае мы постараемся сделать то, что вы хотите А, нет Похоже, не пригласит Друзья, ну я думаю, каждый раз понимает Да, что любой уважающийся доктор Должен был просто развернуться И оставить эту квартиру Забыть все, как страшный сон И сказать Приходите ко мне в клинику Тем более, обратите внимание Наталья В профиле Написано буквально следующее Здравствуйте Приглашаю вас посетить мою студию красоты Расположенную недалеко от метро Профсоюз И вот у меня сейчас вопрос Почему не приглашают Сайхану к себе В студию Ну, потому что Эта же заказала Хочешь на дому Она не хочет Никакую студию ехать Наверняка Должно быть все-таки Чисто стерильно Здесь написано Что она работает Косметологом-эстетистом Со слов Более 8 лет Эксперта Наталья не имеет Соответствующего образования Чтобы проводить данную процедуру Даже если она куда-то ее пригласила Это продолжало бы быть Вне рамок закона А что у вас, скажите По состоянию здоровья Есть какие-то сейчас нарекания Критические дни Наталья начинает действовать По инструкции Спрашивая про физическое состояние клиента Посмотрим Пройдет ли она нашу проверку На внимательном Мы оставили на видном месте Антибиотики и алкоголь По легенде Сейхана простужена И накануне Употребляла спиртные напитки Посмотрим Как отреагирует на этот факт Мастер Наталья Это мелочь Сегодня как состояние? Нормально Давление? Непонятно такое Неплохо и нехорошо Алкоголь вчера не пили? Вчера Но немного После услышанного Нормальный специалист Должен отказаться От процедуры Что же будет делать Наталья? Ну что, тогда мы приступим Смывайте помаду Главное, чтобы узнать, что вы пили Сейчас я делаю вам анестезию Такой, а немного Это сколько? Ну, путылочки В домашних условиях Такие процедуры проводить Категорически запрещено Я сделаю маленькую ремарку Один из вариантов Почему Этого делать не стоит Иногда препарат может попасть в сосуд И его закупорить Это происходит буквально на конце иглы При введении препарата А если бы что-нибудь случится такое? Типа синяки Синяки Это не от меня зависит Это попадем в сосуд Значит попадем Зато честно В такой ситуации мы вводим экстренно Срочно Фермент георанидазу Который разрушает препарат Он хранится исключительно в холодильнике Что-то мы не наблюдаем у Натальи Холодильника Обратите внимание В каких условиях все это происходит Собака с ногами залезает на стол На этом столе куча объедков Кругом грязь, пыль И на этот стол Наталья кладет свои медицинские препараты И явно намеревается ими воспользоваться Вокруг строительные материалы Диван С вот таким вот слоем пыли на спинке Очень сомнительной чистоты квартиры И ее ни капли не смущает Ну я не вижу куда-то прям В большом слове пыли на диване Кофе энергетики сегодня не пьем После процедуры Только сегодня? Кофе только сегодня Сегодня очень внимательно С грязной посудой Вилки-ложки, бутылки Чужие не облизываем ничего То есть очень внимательно Можно ли за твою минул Потому что сегодняшно пыли А вы обратили внимание На один очень ироничный момент Наталья говорит Ты аккуратнее Сегодня из каких-то чужих кружек не пей Потому что у тебя будут ранки Ты можешь занести Инфекцию Это все очень серьезно И очень правильно Но посмотрите в каких условиях Она это говорит Чуть ли не с собакой Которая грязными лапами Прыгает ей на колени А самое главное Обратите внимание Сайхана Уже с залепленным ртом Вынуждена общаться с Натальей Отвечать на ее вопросы И она то отлюбляет Этот скотч То опять залепляет Странно Странно что Наталья позволяет Сайхане это делать Ведь наш агент при ней Трукал собаку И руки перед процедурой Не мыл Анестезия подействовала И мастер Наталья Готовит препарат На этом же столе Она просто Производит дезинфекцию Ватного диска До этого она хваталась Руками за стол В таких условиях Я бы не рискнул Делать инъекции Однозначно Я бы не рискнул Наталья рискует Несмотря на отсутствие Соответствующего образования На антисанитарные условия На противопоказания К процедуре Она собирается Сделать укол Мне просто больно На это смотреть Она на коленях Ползает По грязному полу На грязном диване На котором вот такой слой пыли На подушке В чистоте Которую она даже не убедилась Лежит в голове пациента Ну кстати Хорошее получается То, что вы хотите Вы знаете В основном Получается плохо Но вот сегодня хорошо Так верхняя отдыхает Сейчас пойдем на нижнюю Сюда В 90% случаев Это может прокатить Вот в таких условиях Можно действительно Получить косметологическую услугу А еще в 10% случаев Можно так вылететь Что потом всю оставшуюся жизнь Сходить с изуродованным лицом И пытаться нейтрализовать Последствия Вот такого замечательного Вмешательства Может быть такое, да Тем временем Вмешательство завершено Ну будем надеяться, что Это не ее случай Да Пришло время Пойти к Наталье И задать ей Те самые вопросы Которые у нас с вами назрели Ну прям накачала Так накачала Буду видно Здравствуйте Меня зовут Айсин А это телеканал Пятница Мы проверяем Качество услуг Которые оказывают Через интернет И вы стали участником Нашей программы Поздравляю Замечательно Спасибо Есть несколько вопросов Расскажете? Да, конечно Какие доктора Каких специальностей С каким образованием Имеют право На микроинвазивные процедуры Даже не на дому Даже в условиях стационара Операционная медсестра Имеет право Имеет право фельдшер Естественно врач-косметолог Медсестра операционная На данные операции Право не имеет К сожалению По закону Имеет право По назначению врача Она имеет право Провести любую процедуру По назначению врача А у нас есть назначение врача На данную процедуру? На данную Смотрите Назначение врача Он хранится должен В таких стерильных упаковочках Там два шпыльца Насколько я знаю Да, в общем А вообще В принципе Вот он-то сам В стерильной упаковочке А вокруг него тоже Должно быть стерильно? Вокруг него, да У нас здесь стерильно? А там сейчас есть препарат? Нет, но вы его сюда Укладываете? Нет, я сюда Я сюда положила коробку пустую А препарат у меня лежал там Со мной рядом А мне показалось Вы здесь ватные диски Вот так вот выкладывали на них И наливали Да Я здесь открыла коробочку Да? Вот здесь я открыла препарат А здесь чисто? То есть туда я его не клала Здесь чисто? В таких условиях Вот в таких вот Давайте Если вы считаете Что вот в этом Считаю А раз вы так не считаете Что вы тогда их здесь делаете? Если человек отказывает Ехать в стерильные условия Значит нужно отказаться От операции Может быть От операции, да Может быть отказаться от вмешательства От вмешательства, да В принципе Если клиент не готов А если клиент готов А условий нет Тоже нужно делать? Деньги очень нужны Или что? Нужны, да Не поверите Не плевать Поэтому я все делала аккуратно Нет, ничего не дотрагивалось Вы в курсе Как летают микробы? Конечно Или они сидят строго Вот они сидят строго на курице Или они здесь летают? Как летают насекомые? Они сидят по своим местам Или могут попасть сюда? Отлично В таких условиях Имели право работать? Нет Работали? Да Юридически готовы отвечать Это уголовно наказуемое преступление Да, конечно Отлично Отлично Медкнижка есть? Да Покажите В студии Вы же на каждый выезд Буду с медкнижкой ездить Я заношу вас В наш черный список Да, конечно Ну хоть не убежала Денежки за вашу работу Мы уже заплатили на сайте Вы их можете забрать Мы с вами прощаемся Взаимно Всего доброго Всего доброго Понятно Ну хотя бы не убежала Знаете так Ну вот Думайте Стоит ли В общем-то Бывает Надо Заказывать Вот такие вот процедуры Ну как по мне Лучше все же Сходить В клинику В какую-то Вот студию К косметологу И тогда Желательно К проверенному Отзывы почитать Может быть По знакомству Кто-то ходил уже И получил Хороший результат Ну Ясно Что это не гарантирует Сто процентный Результат хороший Но Это будет Мне кажется Лучше Чем просто на дом Ну вот так вот У нас получился выпуск Увидимся В новых Проверочках Черного списка Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok